Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск. Мы расскажем вам про Элину Камерен, которая требует деньги с телепроекта Дом-2. Как вы помните, недавно раскалялся скандал вокруг Элины Камерен. В анонсе к выпускам проекта девушка обнаружила интимное видео с ее участием. Это видео украли хакеры у нее из телефона. Камерен подала на Дом-2 в суд. Элина рассказывает журналистам. Руководство Дома-2 сняло из эфира программу с этими кадрами. Видимо, совесть проснулась. Да и судебных разбирательств побоялись. Будет здорово, если они продолжат действовать в том же духе и прилюдно извиняться передо мной. Я лишь хочу, чтобы виноватые, руководство Дома-2 и Солярис Промо-Продакшн, который выпускает проект, признались в том, что они некрасиво и незаконно себя повели. И вот мне пришла в голову идея предложить продюсерам шоу мировую и потребовать материальную компенсацию. Элина отказалась озвучить сумму, за которую она согласна отозвать иск на Дом-2, который подала на днях в суд. Но ее подруга Наталья призналась журналистам, что Элина рассчитывает на сумму полтора миллиона рублей. Тот самый ролик, в котором Элина танцует перед зеркалом полностью обнаженной, хакеры получили, взломав хранилище облака. Камерен говорит журналистам, «Я до сих пор не могу отойти от шока. На меня посыпались оскорбления, что я проститутка, экскортница. А бывший гражданский муж Саша Задойнов и вовсе перестал со мной общаться. Он даже не поздравил нашу дочь Сашу с ее маленькой датой – один год и девять месяцев. Эта ситуация послужит для меня хорошим уроком. Оказывается, твоя личная жизнь в любой момент может стать достоянием общественности. И тогда от тебя отвернутся даже самые близкие люди». Камерен надеется, что ей удастся решить этот вопрос мирным путем. Она рассчитывает на понимание со стороны ответчика. Элина говорит, что случившееся стало настоящим ударом по ее репутации. Многие же фанаты телепроекта уверены, что все наоборот. История с пикантным видео привлекло много внимания и это пошло только на руку самой виновницы скандала. Вместо того, чтобы замять ситуацию и не давать ей лишнюю огласку, Камерен решила подать в суд и этим вызвала большой интерес к своей персоне. Сейчас девушку зовут дать интервью на самые популярные каналы, что, конечно же, поднимает ее рейтинг. Также Камерен получила долгожданную работу на одном из музыкальных каналов. Теперь она будет мелькать на телевидении в более серьезном качестве, нежели рядовая участница Дома 2. Так что все, что Элина не делает, все к лучшему и даже опозорившись на всю страну, она имеет с этого выгоду. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.